В животном мире основная задача это борьба за выживание. Хищники скитаются в поисках жертвы. Легкая добыча перепадает очень редко, и приходится сражаться рискуя жизнью. Ведь любое, даже не крупное животное, имеет в своем арсенале какое-нибудь оружие, клыки, рога или когти, и изо всех сил будет его применять в борьбе за свою жизнь. И даже если быть съеденным зверю не грозит, всегда есть межвидовая или внутривидовая конкуренция за территорию или самку. И нередко животные одного вида убивают друг друга в братских поединках. Представляем вашему вниманию очередную подборку самых эпичных битв животных, снятых на камеру. Орел против цапли. Настоящий хищник, даже запертый в клетке, проявляет свой ум и смекалку, чтобы поохотиться. Орел подманил цаплю куском мяса, и соблазнившаяся на угощение цапля попалась своим длинным клювом прямо в лапы орлу. Вы только взгляните, как суровый охотник точным движением хватает свою жертву. К счастью для цапли, ей посчастливилось в этот раз не остаться без головы. Медвежонок против собаки. Всем известно, что медведи отличные борцы. И эти навыки еще маленькие медвежата осваивают в процессе игры друг с другом. На этих кадрах песик почувствовал на себе всю мощь молодого мишки. Крокодил против буйвола. Гребнистый крокодил существовал на нашей планете еще во времена динозавров, и с тех пор он не сильно изменился. Среди несомненных достоинств гребнистого крокодила является его зрение и слух. Рептилия безошибочно может подобрать момент для своей атаки из мутной толщи воды. Один взрослый крокодил способен убить большого буйвола, антилопу, корову и других крупных млекопитающих. На этих кадрах стадо буйволов подошли к водопою. Парадокс этого места в том, что оно может как продлить жизнь, так ее и отнять. Один из копытных стал жертвой огромного крокодила. Рептилия схватила буйвола за морду и стала затаскивать все дальше и дальше в свою стихию. Добравшись до нужной глубины, крокодил использовал свой коронный прием под названием смертельное вращение. Шансов у буйвола больше нет. Крокодил против антилопы. Еще один пример молниеносной атаки крокодила. Стадо антилоп пришли на водопой, где их уже поджидал притаившийся крокодил. Одна из антилоп стала обедом, чтобы остальные смогли напиться. Буйвол против бородавочника Группа бородавочников, прогуливаясь в поисках еды, набрели на стадо буйволов. Их внимание привлек собрат по пищевым предпочтениям молодой теленок, который сразу же предпочел убраться подальше от любопытных кабанчиков. А вот взрослый буйвол решил познакомиться поближе, и с любопытством и осторожностью приблизился к бородавочнику. Что-то рогатым великанам не понравилось в добродушном кабанчике, и они бросились на него в атаку. Лишь чудом бородавочнику удалось, прихрамывая, унести ноги. Птицы против крокодила А как вам такой номер? Петух прогулялся по крокодилу. Задремавшая рептилия не сразу поняла, что по ней кто-то топчется. Эта цапля тоже не знает границ в своей бестактичности. Залезла на спину крокодилу в самую гущу событий и катается как на доске. Лев против слона Взрослый слон – самый неуязвимый зверь для любого хищника, ну или конкурента на узкой тропинке. С ним никто не рискнет связываться, исключением может быть разве что слоненок. Но и тот нелегкая добыча, ведь слоны не оставляют своих малышей без присмотра. А левица попыталась атаковать слоненка, идущего позади матери. Но шансов у этой затеи практически не было. Слониха отреагировала, бросившись на легкомысленную кошку. Слониха против бегемота А здесь причиной конфликта стал слоненок, заинтересовавшийся сам поблизости присутствующим бегемотом и направился к нему. Слониха, не долго думая, бросилась на бегемота, отгоняя подальше от любопытного слоненка. Львица против зебры Львы не любят долгой беготни, а поэтому предпочитают незаметно подобраться к жертве и внезапно атаковать. Так произошло и на этих кадрах. Ничего не подозревающая зебра подверглась нападению львицы. В одиночку повалить на землю такую крупную добычу у львицы не получилось. Зебра в панике бросилась убегать, и в какой-то момент ей посчастливилось скинуть с себя хищника. Львы против буйвола Отставший от стада буйвол, прохлаждавшийся в болоте, привлек внимание львицы. Бык почувствовал свое превосходство над одинокой хищной кошкой и первый пошел в наступление. Но на его беду рядом оказались другие львы, которые поспешили внести свой вклад в коллективную охоту. На помощь буйволу в этот раз прийти было некому. Буйволы против льва. Но бывают и противоположные ситуации. Буйволы, как львы, стараются держаться многочисленными группами и могут коллективно обороняться даже от целого прайда львов. На этих кадрах буйволы вовремя подоспели на помощь своему сородичу и проучили одинокого льва. Акула против черепахи Отправившись половить тунца, рыбаки засняли интересные кадры. Огромная акула напала на черепаху. Но прокусить прочный панцирь кровожадная хищница не смогла. Чтобы нападение не повторилось, рыбаки взяли черепаху в лодку и отпустили подальше от этого места. Тигр против утки А эти забавные кадры сняли очевидцы одного зоопарка. Нырковая утка, оказавшись в одном водоеме с тигром, долго водила хищника за нос. В итоге так и не была съедена. Тигр решил, что больше калорий потратит на эту возню, чем получит, поймав эту утку. Да и в зоопарке хорошо кормят. Собаки против быка Пара собак, почувствовав свои пастушьи инстинкты, доставшиеся им от далеких предков, хотели направить бычка подальше от хозяйского огорода. Но рогатый, вместо того, чтобы отступать, стал раскидывать назойливых шумных псов. Львы против жирафа Ну и напоследок кадры, снятые на африканском сапаре туристам. Группа львов облепили взрослого жирафа, как назойливые мухи. Один даже добрался до шеи великана. Но повалить на землю его хищникам так и не удалось. Кстати, под копытами жирафов гибнет множество львов. Поэтому подобную добычу они выбирают, только когда нет ничего проще. Бегемот – один из самых опасных представителей африканских саван. Сразиться в его стихии с ним никто не рискует. Даже огромные крокодилы предпочитают держаться подальше от этих гигантов. Бегемоты редко отходят от воды. Лишь голод может их заставить отправиться на поиски сочной поляной с травой. Только в этом случае неустрашимый зверь рискует найти неприятности. Этот бегемот отлично понимает, что лучшая защита – это нападение. Увидев группу львов на своем пути, бегемот бросился на них. Но напугать львов на их территории не так-то и просто. Пришлось убегать в свое болото, куда львы не рискнут соваться. Повалить бегемота задача непростая. Поэтому добычей львов чаще всего оказываются больные особи или детеныши. Но и к ним в сопровождении матери львы не рискнут приближаться. Ведь в ярости взрослый бегемот с легкостью перекусит хребет льву. Друзья, поддержите видео лайками. Пишите ваши комментарии, какое противостояние вас удивило больше всего. А мы пошли готовить для вас новый выпуск битв животных.